Привет, Лос-Анджелес! Меня зовут Алексей Панин. Я с большим удовольствием хочу вам объявить, что наконец-то в Лос-Анджелесе, в центре города, в даунтауне, появилось то самое место, которое сможет объединить всех думающих, творческих, талантливых, креативных людей, то есть вас, то есть нас. Значит так, ребятки, 30 декабря в 9 часов вечера я жду всех в пабе Кейсис ДТЛА, это в даунтауне, на игру «Мафия в стиле жмурки» назад в 90-е. Я буду ведущим. Я предлагаю каждому из вас взять какой-то атрибут, который ассоциируется у вас с тем временем. Это может быть кольцо, одежда, спортивный костюм, сделать какую-то прическу. И за лучший лук с меня бутылка. Специальный гость вечером мой товарищ Александр Незловин. Он подтвердил, что он придет. И, ребятки, Новый год встречаем тоже вместе. Здесь ссылочка будет прикреплена к этому видео. Все сказал. Добрый вечер. Ну что, наконец-то актер Алексей Панин нашел себе работу в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Совсем-совсем рядом с Голливудом. Жизнь удалась. На Новый год он будет вести вечеринку в местном пивном баре, в пабе. Есть у нас такая поговорка. Басеньки и шапка. Увы. Ребятки, всем привет. Меня зовут Алексей Панин. И я хочу вам напомнить, что этот Новый год мы с вами встречаем вместе в Лос-Анджелесе, в даунтауне, в пабе Кейсис. Специальный гость нашего праздника – музыкальный бенд Бангладеш. Праздник и веселье я вам гарантирую. Так, съезд гостей в 8 часов вечера. Приезжаем, выпиваем и начинаем веселиться. Да, и не забудьте, что за день до этого, 30 декабря, также в пабе Кейсис, мы с вами играем в мафию. В мафию в стиле жмульки. Съезд гостей в 7, начало мафии в 9. С вами Алексей Панин. Всем добра, всем любви, всем удачи. Жизнью я получил все, о чем я мечтал в 18 лет. Я мечтал о дорогой иномарке, у меня их было и не одна. Я мечтал о доме на Рублевке. Ну, когда вот это все началось, мне же хотелось быть тоже, я же хотел быть звездой, я не покупал себе дом на Рублевке, но у меня были возможности его снимать. У меня были много главных ролей, у меня было так, что у меня не было свободного времени, у меня было по 10 проектов параллельно. Я все получил. И материально, и творчески, вот все. Потом жизнь повернулась иначе. Сейчас я думаю немножко в другую сторону. Мне кажется, что работать в этой стране мне больше не дадут. Благодаря определенным событиям в этой стране. Благодаря всем видео. Кровавый режим не даст? Нет, не кровавый режим, а именно все, что связано с моей репутацией. Постановочные фейковые видео, непостановочные видео, которые в нашей стране не укладываются в голове у многих. Опять-таки, меня обвиняют в том, что я это выкладывал. Ничего подобного. Все, что со мной попало в сеть, я имею в виду, это все взломано. Я ко всему очень хорошо отношусь. Ко всем сексуальным фантазиям, предпочтениям, вообще ко всему. Но, к сожалению, я, честно говоря, не совсем чокнулся, чтобы в нашей стране, в России, все это вываливать во всеобщее обозрение. Что касается... Не дадут. Все. Артист Алексей Панин на ближайшее время, я не знаю, как будет дальше, он закончился. Работать здесь мне никто не даст. Помните, что у нас прозвучало «Никогда не говори никогда». «Никогда не говори», «Никогда не говори».